Программа предназначена для аудитории от 16 лет. В Омской области для переселенцев из аварийного жилья купили аварийное жилье. В Верхней Пышме сотрудника города без наркотиков задержались наркотиками. И учительница Самарской школы дала пинка восьмикласснику за разговоры во время фильма о недопустимости насилия. Вот рекурсия сидит на рекурсе, рекурсия же и погоняет. Ну что, о системе образования будем говорить и сегодня в рамках дневного разворота. 11.10 на часах. Дневной разворот. У микрофона Светлана Занько. И Александр Асохин. Добрый день. Здравствуйте. У нас сегодня две темы. Как обычно, два часа две темы. В первом мы будем говорить о том, чем живет работающая молодежь в городе Кирове. Оттолкнемся от анонса предстоящего 15-го числа форума работающей молодежи. Но копнем тему, конечно же, глубже и разберемся вообще с ситуацией с СУЗами в том числе. И с тем, где и как сейчас приобретаются рабочие специальности. И что происходит с выпускниками СУЗов дальше. Какие у них перспективы. Во втором часе мы встречаемся с кировскими дальнобойщиками. Три человека будут у нас в студии. Вы слушаете внимательно и уверенно наши новости. И знаете, что 4 апреля была встреча дальнобойщиков с Владимиром Быковым. С Владимиром Быковым. С спикером УЗС. Здесь в нашем эфире в особом мнении он пообещал дальнобойщикам, что встретится. И встретился. И произошла вчера встреча предварительная с Игорем Васильевым в лагере. Палаточин, который встал на улицу Луганской. Мы тоже делали репортаж. Вы слышали его. Но там не обсуждались какие-то конкретные вопросы. Они будут обсуждаться сегодня в 3 часа дня. А вот накануне этой встречи мы делаем эфир. И вы сможете к нему подключиться и поговорить с дальнобойщиками тоже. Может быть порекомендовать. Поругать их. Чего они там делают на Луганской. Зачем перегородили все. Ну и опрос на нашем сайте. Эхокирова.ру и в группе ВКонтакте. Спрашиваем мы вас. В то, что дальнобойщикам своими протестами удастся чего-то добиться. Хорошего. Того, что они хотят. Верите вы или не верите. Вот ВКонтакте большинство, 66% не верят. Я не скажу тебе, что там на сайте. А я скажу. 50 на 50. Хорошо. Ну я тоже уже подключилась. Вы, пожалуйста, тоже заходите. Голосуйте. У нас сработает видеотрансляция на сайте. Веб-камера в студии. Правый верхний угол. Красная такая кнопка. Большая есть. Это онлайн-радио. И еще раз 211-101. Номер телефона прямого эфира. Вы можете подключаться к разговору уже сейчас. Но после того, конечно, как мы представим наших гостей. И хотя бы немножко разберем тему. Ну что. В студии у нас исполняющий обязанности министра образования Кировской области Михаил Исупов. Михаил Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Иван Десятков, председатель Ассоциации работающей молодежи Кировской области. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. И Оксана Бурганская, председатель Совета молодежи завода «Лепси» и заместитель председателя правкома «Лепси». Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Можно мы с Иваном начнем? Иван, скажите, пожалуйста, вы какое-то отношение к молодежному парламенту имеете? Да, имею. Я состою в Комитете промышленности. И в молодежном парламенте? Да. А, ну вот, мы просто собирались знакомиться как раз с молодежным парламентом. Потихоньку начинаем двигаться, потому что нам нужно понимать, кто у нас, собственно, молодежной политикой со стороны молодежи рулит. Так, Иван Десятков, председатель Ассоциации работающей молодежи города Кирова. Ну, давайте еще раз. 15 апреля 2017 года на базе Дворца молодежи состоится форум работающей молодежи предприятий и организации Кировской области. Что он из себя представляет и зачем он созывается, нужно разобраться. Во-первых, он традиционный, этот форум? Каждый год проходит? Ну, наверное, я немножечко скажу из истории. Форум ранее назывался «Золотые кадры XXI века». Это какое-то кинематографическое название. Да, очень громко, интересно. Собирались предприятия всей нашей области и приглашало управление по делам молодежи. Оно ранее так называлось. И оно было под эгидой управления вот это мероприятие. Программа придумывалась управлением по делам молодежи. Управление по делам молодежи раньше курировало Министерство образования. Правильно, да? Да. Михаил Васильевич. Ну, есть городское управление, есть областное, да? Областное было под эгидой Министерства образования. Да, проводилось ежегодно. Затем формат раз в два года решили поменять. Приглашали, он назывался межрегиональный, приглашали соседние области, регионы. То есть это был Татарстан представлен, казанцы были, набережные Челны. Затем из Мариэл приезжали ребята. И чего хотели-то? Значит, честно говоря, они хотели просто пообщаться, понять, чем живет молодежь в соседних регионах. И представить свои опыты работы с молодежью. И, знаете, вот было, ну, как говорится, не надо говорить, что было ранее, но было так, что мы просто друг перед другом хвастались. Это хорошо. Это хорошо. Конечно. Целый год готовишься, чтобы было что показать. Хотелось бы и какой-то конструктив, чтобы был в этих форумах. Но я отмечу, что, допустим, последний форум два года назад был. Мы пытались какое-то решение, резолюцию принять. В результате там удалось как-то консолидировать мнение, но очень слабо было выражено, что же хочет молодежь. Какие проблемы волнуют молодежь. Просто мы туда ехали. Резолюция как план действий. Как план действий. Как развиваться молодежи. И поэтому вот в предстоящий форум, я думаю, что будет немножко все по-другому. Потому что подготовку форума, программу форума вела сама Ассоциация Работающей Молодежи совместно уже не диктуя, а предлагая, что же нам интересно, какие площадки там будут. Мы сейчас перейдем к этому. Я думаю, что вы смотрите на Ивана, и мы Ивану дадим слово. Как раз что же делать молодежи, чего она хочет и зачем нужна резолюция. Михаил Васильевич хотел обратиться. После 1 апреля, просто надо пояснить нашим слушателям, вот как раз управление молодежной политики было передано под эгиду Министерства спорта и молодежной политики. Так оно сейчас называется. Но подписывали-то вы как раз распоряжение об этом форуме молодежи. И я уверена, что вы в теме вообще по работающей молодежи. Тем более, что это неразрывный все равно процесс. И дети, которые выходят из школы, а потом идут в СУЗы, например, или в ВУЗы. Они как раз и пополняют ряды работающей молодежи. Вот этот фестиваль, вы сейчас услышали пару слов, может быть, как бы и раньше знали. Почему вы считаете важно его возродить? Потому что речь идет о возрождении все-таки, каком-то новом дыхании. Конечно, тема не совсем Министерства образования, потому что мы в большей степени занимаемся... Почему такая передача и произошла в другое министерство, что все-таки мы больше занимаемся детьми, молодежью уже, учащейся молодежью. Но, конечно, такой форум необходим. В первую очередь, ребята должны друг друга видеть, должны встречаться. И встречаться не только в барах и на дискотеках, а встречаться по каким-то задачам, которые их связывают, профессиональным. То есть они должны делиться опытом, каким-то, может быть, своими проблемами. И вот правильно было сказано, наверное, не просто надо на кухне обсуждать свои проблемы, их надо выдвигать, их надо озвучивать. То есть, в принципе, не просто озвучивать, но и искать пути решения этих проблем. Потому что, ну вот у десантников есть замечательный девиз, никто кроме нас. Кто может эти задачи поставить и решить? Если это будет ставиться сверху, с министерства, ну это все будет формально. Конечно же, молодежь должна сама участвовать в этом процессе, чтобы процесс был неформальным, чтобы он был живой. Тогда эффект был значительно больше. Ну вот видите, Михаил Васильевич Исупов поддерживает то, что вы считаете важным. Решите этим форумом, не просто похвастаться достижением друг перед другом, но и определить некое направление в молодежной политике, понять, чего молодежь хочет и каковы ее требования, решения и вообще желание самостоятельно участвовать в управлении своей жизнью. Сейчас мы проявляемся? Да. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 15 апреля пройдет форум работающей молодежи. Можно сказать, что он возобновляется. И что нового в этом году будет, нам расскажет сейчас Иван Десятков, председатель ассоциации работающей молодежи Кировской области. Именно ассоциация и организуется это мероприятие. Давай еще раз все-таки, извините, мы акцентируемся. История не просто про то, что будет некий форум, выставка достижений народного хозяйства и что-то такое. Важная задача поставлена, ее сейчас озвучила Оксана Бургундская, Иван Десятков поддержал, что форум призван, и мне очень понравилось, что Михаил Васильевич сказал, то есть ни на кухне обсудить, ни на дискотеке, ни в пивной, а на этом форуме с чистой головой обсудить, ребят, как мы будем жить дальше, все ли нас устраивает нынешний момент на работе, дома, в городе, какие мы можем собственные усилия приложить, и какая нам помощь, например, нужна от властей. Правильно я понимаю? Да, правильно понимаете. Я в связи с этим хочу немножко отступить назад, буквально сделать такую минутную ремарочку. Вообще, с чего все это начиналось? Почему ассоциация возродила свою работу и как следствие хочет проводить такие крупные мероприятия? Да. Буквально полгода назад, я уже достаточно давно работаю в ПАУТ и Плюс Филиалкировский, и полгода назад мы на базе нашего предприятия решили собрать представителей крупных предприятий и обсудить, чем молодежь вообще сейчас живет, как она строит свои взаимоотношения с управлением по делам молодежи, потому что, ну, скажем так, сейчас у него не лучшие времена и в плане финансирования. У управления по делам молодежи. Да. И в связи с этим, конечно, работающей молодежи уделяется не так много внимания, как нам хотелось бы. Потому что, вы правильно сказали, раньше идеология простраивалась сверху, даже в нулевые, уже в десятые годы. То есть, нам предлагали, как лучше построить свою работу. Сейчас концепция изменилась, и от нас спрашивают, что мы хотим. И мы решили, что нам нужна крупная встреча, на которой мы бы могли обсудить именно вопросы, связанные с нашим непосредственным производством и с тем, как мы можем карьерно, идеологически, производственно развиваться на предприятии. Как вы можете в рамках предприятия на своем рабочем месте продвигаться? Какие у вас существуют лифты и перспективы вообще в жизни? Да. В этом плане Сергей Александрович Береснев очень грамотно нам тогда сказал. Говорит, ребята, ну что вы все культмассом занимаетесь? Займитесь реальным делом. Займитесь тем, чем и должна заниматься работающая молодежь. И в связи с этим, на форуме, в котором будет, мы хотим вынести таких пять крупных блоков, которые мы считаем приоритетны для молодежи предприятий, которые будут для нее наиболее интересны. Во-первых, это блок HR, Human Resources. В нем мы будем осуждать вопрос, во-первых, как ведущее предприятие в области финансово мотивирует людей, чтобы остаться на нем. А во-вторых, какие нематериальные формы участия в корпоративной жизни можно использовать? Здесь используется такой параметр, как вовлеченность. Во-вторых, это у нас будет вопрос бережливого производства. Не секрет, что предприятия в основном машиностроительные ходят в ассоциацию. И нужно обсудить, как сделать их производство более эффективным. В-третьих, это как раз-таки культ масс, но культ масс мы хотим изменить. И хотим мероприятия основывать на базе экономических кейсов, то есть решения экономических задач. Культ масс в решении экономических задач? Поясню немножко. Раньше культурно-массовые мероприятия, какие формы использовались? Это самодеятельность, это КВН, это... Бейс на природу. Да, природа, какие-то тусовки. Спортивные соревнования. Никто не спорит, что это нужно оставить. Но к этому можно прибавить интересное мероприятие экономического плана. То есть решение экономических кейсов, предположим. Например, приведу пример своего предприятия. У нас в энергетике очень часто оборудование должно ремонтироваться постоянно. И вынести на этот кейс вопрос, как лучше оптимизировать процесс ремонтов. И посредством решения этой задачи, та группа, которая приведет лучшее рационализаторское предложение, премируется. Это я помню. Это мне что-то хорошо напоминает. Конечно. Это песня старая, немножко с западным акцентом, но в принципе она осталась неизменной. Правильная. Совершенно правильно. Конечно. И еще какие блоки. Во-первых, очень крупный блок, который мы хотим проработать с Вятским госуниверситетом. Это перспективы машиностроения Кировской области. Вот. Потому что вопрос это очень интересный. Вам, наверное, известно, что у нас оборонзаказ рассчитан до 2020 года. Предприятия в основном в области обороны. Вопрос логичный, как мы будем жить дальше, как мы будем развиваться, нужна ли будет вообще молодежь на предприятии, будут ли новые наборы. И в связи с этим у ВятГУ, как основного поставщика кадров для предприятий, есть перспективы, возможности и идеи, как построить работу. И последний блок, но не последний по важности, это гарантовые конкурсы для молодежи. Наше государство уже в течение 20 лет говорит о том, что нужно наладить кооперацию науки и производства. Но я, проработав на производстве, дальше слов в этом вопросе, никакого продвижения не увидел. А заканчивали, Иван, Вы как Вы учили? Я закончил Вятский госуниверситет по электротехнике, электрические станции у меня направление. И сейчас я учусь в аспирантуре, тоже в Вятском госуниверситете, по технологии сжигания видов топлива. То есть я в энергетике. А в какой должности пришли на Т-плюс? Я пришел обычным слесарем. На рабочую специальность? И по сути до сих пор я работаю по рабочей специальности. Потому что у нас так принято, скажем так. Это мы разберем. Это мы разберем дальше. Почему так принято? Я перечислил все пять блоков. То есть вот то, что мы хотим услышать, что мы хотим узнать. И по каким направлениям мы пригласили экспертов областных и московских. Как впечатление? Я сейчас задаю вопрос Михаилу Васильевичу. Есть? Зачем прийти туда и послушать ребят? Ну, интересная программа, конечно. Я думаю, что здесь все стороны рассмотрены, которые необходимо. Самое главное сейчас выстроить в жизни молодого человека. Кроме отдыха. Я думаю, что и работа должна быть интересной. Если мы на работе будем думать не только о своих профессиональных обязанностях, но и о том, как повысить эффективность работы в целом предприятия. Вот тут один из вопросов как раз. Это достаточно важно. А мне кажется, очень важный вопрос. Тот, который в последнем осветил Иван. Он сказал о перспективах машиностроения в Кировской области в связи с тем, что закончится программа модернизации. Непонятно, что будет с госзаказом по оборонке. И куда все эти ребята, которые выпускают огромное количество СУЗов и наш огромный сейчас ВИАД ГУ, куда они все пойдут? А те, которые работают уже сейчас на предприятии, что будет с ними? Совершенно очевидно, что осталось всего по пальцам сосчитать, сколько лет. Люди должны выстраивать свою жизнь. И это, безусловно, связано с образовательными учреждениями и политикой. Мы давно уже говорим о том, что этот вопрос должен прогнозироваться. Вообще вопрос набора определенных кадров, количества кадров должен прогнозироваться. Причем прогнозироваться не на один-два года, что сейчас могут сделать предприятия. Прогнозироваться довольно-таки далеко вперед. Потому что, чтобы подготовить хорошего специалиста, его надо начать готовить в школе. Ваша школа, технарей готовит как раз ваша бывшая подопечная школа. То есть надо готовить, начинать с 8-9 класса, чтобы ребенок себе силы почувствовал, чтобы в определенный профиль пойти в 10 классе и потом выбрать соответствующий ВУЗ, его закончить или в системе СПО учреждения. Это должна быть длительная система. А у нас получается, когда он через 7-8 лет выбранную специальность уже подготовится, ее, так сказать, освоит, то он уже, оказывается, никому не нужен. Поэтому вот этот вопрос долгосрочного планирования, он, конечно, сейчас стоит на первом месте. Это очень важный вопрос. И то, что молодежь это поднимает, это правильно. Они понимают, они в этом живут, конечно. Это их жизнь, их перспектива. И это очень важная задача, которая перед вашим министерством стоит. Потому что одна из задач сейчас, что декларирует власть. От вас ни разу не слышал, но, в принципе, что декларирует власть. Что дети, выпускники в Кировской области должны остаться в своей области и приносить здесь пользу своей области. А как им это делать, если не будет мест рабочих? Вот ведь вопрос какой. Вот и здесь совершенно верно, что объединяется наука, производство и непосредственные участники. Вот, пожалуйста, люди, которые являются выпускниками вузов почему-то на рабочих специальностях, а не СУЗов. Но с СУЗами тоже история очень интересная. Я вижу, что идёт движение в Министерстве образования по этому поводу. Идёт объединение вузов, СУЗов вернее. Причём, естественно, идёт не безболезненно, как любое объединение. И к чему это приведёт, это очень серьёзный вопрос. Мы его обсудим после перерыва. А до перерыва всё-таки хочется дать ещё слово Оксане Бургундской, председателю Совета молодёжи завода Олег. Бургундской, простите. Очень красиво Бургундской просто и вкусно звучит. Да, Оксана. С фестивалем. То есть вы понимаете, да, что у вас сейчас в соратниках молодёжь, которая непассивно, непассивную позицию занимает. Да, я вообще очень рада, что появился такой лидер среди молодёжи, среди работающей молодёжи, у которого есть своя позиция, чёткое понимание, что он делает. Объединив актив вот таких предприятий крупных, мы и неформально встречаемся, у нас проходят встречи, ну, как бы они протоколируются, но мы общаемся как неформальные друзья уже, что очень помогает в работе. Вот сейчас идут на предприятиях областные конкурсы профессионального мастерства. В данный момент на Лепсе, где я работаю, контролёры состязаются. Ну, правда, всего два АвиТек заявились и Лепсе, но это областной конкурс. Вчера прошли у нас на Уралхим конкурс электромонтёров. Маяк проводит сегодня инженеров-конструкторов. Вы знаете, предприятие берёт полностью на себя расходы по организации и проведению конкурса. Это очень отрадно, и всего четыре вызвалось у нас предприятия пока. Работа по развитию профессиональных навыков, умений — это очень важная работа. И вот ассоциация в этом направлении как бы шажочки начинает делать очень активно через эти конкурсы. Награждаемые будут как раз вот 15 апреля, в субботу, победители, вернее, приглашены. И из рук первых лиц города или области они получат награды, дипломы, которые, в принципе, призовой фонд тоже помогали формировать сами предприятия. Вот знаете, всё-таки хотелось о чём сказать. Вектор, основной вектор развития всё равно без помощи управления невозможно задать. Вы понимаете? С помощью управления по делам молодёжи. Управление по делам молодёжи — это важно. Они должны выступать всё равно как наставники, как люди, которые чётко понимают, что работающая молодёжь из себя представляет и что им требуется, какая помощь им требуется. Но сейчас получается, что мы как бы побудили, управление пошло навстречу. В смете работы управления практически нет финансирования на работающую молодёжь. Ну, у нас, сами понимаете, ситуация... И поэтому рабочая молодёжь берёт сама всё в свои руки. Поэтому так. Это вынужденное место. Сейчас прервёмся на две минуты. У нас реклама 211.101. Если вас волнует тема нашего разговора, присоединяйтесь через две минуты. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Работающая молодёжь Кировская соберётся на форум, где будут не только друг перед другом хвастаться своими достижениями, проводить конкурсы и получать за это призы, они будут решать серьёзные очень вопросы и проблемы, которые связаны с перспективами, собственно, этой самой рабочей молодёжи, как она будет жить, чем она будет дышать в этой области, в этом городе в ближайшие несколько лет. У нас в связи с этим в гостях Михаил Усупов, исполняющий обязанности министра образования Кировской области, Иван Десятков, председатель ассоциации работающей молодёжи Кировской области, и Оксана Бурганская, председатель Совета молодёжи завода «Лепси». Вот мы, когда с Сашей эту тему разрабатывали, это достаточно такая была предложена нам, да, достаточно проходная оказалась тема, ну да, очередной какой-то форум, ну, у нас форумов на неделе не по одному бывает, вот только что один закончился, а сейчас вот другой будет. А потом как раз, когда мы, ну, во-первых, накануне встречались как раз с молодёжным парламентом, не зря я упомянула его, потому что мы будем следить за этой темой, мы будем отслеживать, чем вы занимаетесь, и насколько вы сможете воспользоваться этой позицией, как повлиять там на парламент взрослый и вообще на политику молодёжную в нашем регионе. Потом мы посмотрели большую статью на сайте «Свой Кировский», которая называется «Скрестить ужас ежом, зачем объединять техниковые колледжи», где как раз Михаил Васильевич, который вот только вот недавно совершенно вступил в свою должность, исполняющий обязанности министра образования, тоже давал комментарии, много вопросов задаётся. И мы поняли, а сегодня ещё вот началом эфира вы нас поддержали, мы поняли, что проблемы-то серьёзные очень. Проблемы серьёзные, потому что действительно машиностроительные предприятия – это основа, в общем, промпроизводства в нашем регионе, и действительно они заточены на госзаказ, да, военные заказы. И действительно непонятно, когда эти заказы закончатся, что будет дальше, потому что приходили представители всех ваших предприятий в прошлом году в программу «Разворот на бизнес», и об этом говорили. Мы с каждым говорили о госзаказах, с каждым говорили о молодёжной политике, и вообще там политики кадровой. И каждый говорили, что да, до 20-го может быть, а может быть до 18-го, а может быть до 25-го, и мы не знаем. И вот тут вот история того, куда пойдёт вся эта молодёжь, если мы сегодня о ней говорим, работающая дальше, чем она сможет заниматься в Кировской области, что будут делать выпускники СУЗов, которые каждый год выпускаются, да, и каждый год ищут себе рабочие места – это вопрос очень серьёзный. Прежде чем Ивану передам слово, которое я знаю, у него есть что сказать по поводу того, какая перспектива, мне хочется у Михаила Васильевича спросить, что у нас действительно с выпускниками СУЗов, а может быть и УЗов по рабочим специальностям, что сейчас происходит? Вообще, вот сейчас за то время, которое у вас было, удалось вникнуть в эту проблему, как вы её видите? Ну, во-первых, система СПО – это достаточно такая большая, разнородная система. Среднего профессионального образования. Да, среднего профессионального образования. У нас, кроме ВУЗов, вот если мы сейчас не будем трогать, будем говорить непосредственно про среднее образование, то у нас в области 41-областная профессиональная организация, причём это организации, которые и в системе образования, в системе культуры и медицины – это разные. И 13 ещё есть негосударственных, то есть это частные, это другой формы, в общем-то, собственности учебное заведение. Вот всего обучается порядка 27 тысяч учеников. 27 тысяч. 27 тысяч учеников, то есть это достаточно большая такая армия. Сколько курсов-то, сколько лет в СУЗе учатся? 3-4 года. 3-4 года. По-разному, в общем-то, начиная. Их всех вместе, с первого по последний год, вообще их 27 тысяч. Да, 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 да. То есть большая, достаточная команда. И, конечно, сейчас очень разные специальности. Есть это очень разнородные учреждения, есть и многопрофильные, есть и специализирующиеся в какой-то определённой области, что, в общем-то, названия часто говорят за себя. Но вот если говорить, что по данным мониторинга, спроса и предложения рабочей силы, который был рассчитан до 2019 года, то у нас наибольшую потребность испытывают, в первую очередь, предприятия, организации Кировской области. Например, если про рабочие специальности, про рабочие профессии мы говорим, то это водитель автомобиля, слесарь, ремонтник, тракторист, машинист, сельскохозяйственное производство, отделочник изделий из древесины, станочник, деревообрабатывающий станков, токарь, электромонтёр, сварщик, повар-кондитер, швея, продавец продовольственных товаров. Спектр достаточно большой. Что-то я тут машиностроения не услышала. Да. Ну, вот... Это запрос от предприятий, правильно? Да, ну нет, здесь есть токарь, токарь, станочник, электромонтёр. Да, это есть. Это общие такие специалисты. Ну, электромонтёр по ремонту и обслуживанию, в том числе, электрооборудования. То есть это не просто электрик. То есть это немножко другое. Ну, а если брать специалисты... Это спрос. Это спрос, но если брать специалисты среднего звена, то здесь наиболее востребованы это фельдшеры, причём даже больше ветеринарного направления. Это технологи в сфере обрабатывающих производств, это механики, это воспитатели детских садов, учителя начальных классов иностранного языка, медицинские сёстры и фельдшеры. Опять нет машиностроения. Опять же, да. Но здесь мы говорим, что, в принципе, машиностроение и другие такие, скажем, заводские профессии, они, в принципе, ну, скажем так, спрос и предложение соответствуют. То есть то, что выпускники идут работать, и, в принципе, вузы обеспечены этими кадрами. Вузы, вузы, вузы. Ой, прошу прощения, и вузы обеспечены, в общем-то, потому что выпускники системы СПО идут и в вузы тоже, но и заводы обеспечены этими кадрами, и обеспеченность, в общем-то, достаточная. Мы продолжим разговор. Слушатель у нас. Да, примем звонок. Алло, здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Макаров Александр. Александр, слушатель. Постоянно слушатель вас. Слушаем вас. Хотел бы, собственно говоря, мнение выразить по этому поводу. Вот тут сказано было про мониторинг и аналитику по поводу соотношения спроса и предложения выпускников средних профессиональных образований. К сожалению, вся статистика берется из существующих рабочих предприятий. Необходимо просто учитывать, что существующие предприятия в производственном направлении, они сильно сократили свое число, поскольку сельское хозяйство, оно ушло в автоматизацию еще, то есть сейчас рабочая сила физическая, скажем так, ушла уже в автоматы, то есть сейчас нет доярок, которые доили раньше, да, ну а образ, например, приведут. Ну и это по всем отраслям. Соответственно, необходимо обращать внимание, наверное, на то, что среднее профессиональное образование, оно должно быть востребовано, но только необходимо конкретно заниматься властям созданием рабочих мест. Понятно. Не аналитикой заниматься и выяснять, есть ли потребность, а просто создавать рабочие места. Когда будет потребность в работниках, тогда и будет непосредственно. Спасибо за ваш комментарий. Спасибо. Я думаю, это правильно, и мы говорим, что наши выпускники сейчас идут не только в крупные предприятия, и очень большой спрос на выпускников профессиональных образовательных учреждений именно в системе среднего и малого бизнеса. Поэтому, наверное, надо сейчас говорить о том, чтобы места создавать именно в этой сфере. Я как раз по этому поводу и хотел высказать свое мнение. У Ивана есть мысли. Давайте, а молодежь? Во-первых, если мы говорим о том, какой запрос у нас идет в Минобразование по тем или иным кадрам, которые нужно готовить. Я для себя лично разделяю два момента. Есть экономика развития, а есть экономика сохранения того потенциала, который уже есть. Вся наша страна, Кировская область в частности, живет по экономике сохранения того потенциала, который сейчас существует. Исходя из этого, все логично. Вы направляете запросы на предприятия. Предприятия говорят, для того, чтобы нам существовать так, как мы существуем сейчас, нам нужны те, те, те и те. И Минобор этот запрос выполняет. Понимаете, если бы мы в 20-е годы, 20-го века существовали по такой же схеме, у нас никакой технологической революции 30-х годов никогда не было бы. И мы бы оставались на уровне аграрного строя на данный момент. Сейчас происходит, по-моему, то же самое. То есть все задачи по тому, кого должен готовить Минобор, возлагаются на производство. Это в корне неправильно, потому что государство не имеет стратегии развития экономической модели дальнейшей. Это мое личное мнение. Представляете, Михаил Васильевич? Поэтому, исходя из того, что я сказал, перейду ко второму вопросу. Именно по машиностроительным предприятиям, что соответствие спроса и предложения есть. А за счет чего есть соответствие спроса и предложения? За счет того, что заводы вынуждены занижать планку заработной платы и, по сути, выравнивать. У нас средняя зарплата приближается уже по статистике 25 тысяч рублей примерно по области, именно в сферах машиностроения. Молодой специалист я пришел на 15 тысяч рублей. Из вуза. Из вуза. Понимаете, да, спрос с предложением выровнены. Но они выровнены за счет того, что молодым специалистам осознанно понижают заработную плату, чтобы взять всех. Это убивает полностью конкуренцию между специалистами и ведет к тому, что темпы производительности не растут. А это все связано с тем, что сказал наш слушатель, что нет просто элементарно рабочих мест. Достаточно количества. А с чем связана вот эта ситуация, когда предприятие вынуждено бать большое количество людей? Она вынуждена с тем, что сейчас на предприятиях области машиностроения, энергетики, транспорта лежит просто небывалая и колоссальная социальная нагрузка. Я, конечно, не эксперт в экономике, но я не думаю, что нужно такое большое количество людей, чтобы производить такой продукт. Исходя из этого, предприятия вынуждены брать на себя большие социальные нагрузки, вынуждены держать много людей. Исходя из этого, у них не остается возможностей для дальнейшего развития. Исходя из этого моего видения, я считаю, что выход для молодых специалистов, для тех, кто у нас состоит в ассоциации, работающие молодежью, один. Это искать качественные, интересные грантовые конкурсы по развитию предпринимательства, развитию бизнеса, договариваться с своим предприятием и создавать внутрикорпоративные небольшие бизнес-структуры. Потому что другого варианта развития нет. Пока ты пройдешь по карьерной лестнице, у тебя закончится жизнь, потому что людей действительно много на предприятии. И очень сложно выбиться в людей. Если ты будешь создавать бизнес полностью на стороне, это очень большое финансовое вложение, которых сейчас, исходя из экономической ситуации в России, у молодежи элементарно нет. Вариант внутрикорпоративного предпринимательства, я считаю, был бы оптимален для работающей молодежи. — Это интересно. Это уже тема отдельного разговора совершенно. Меня, знаете, какой вопрос Михаил Васильевич насторожил здесь? У меня было такое ощущение, со слов Ивана, что у нас перепроизводство кадров-то рабочих. — Ну, я не думаю, что перепроизводство. Значит, в принципе, все выпускники наши устраиваются. Ну, в большей степени все. Конечно, мы не считаем, что там многое идет, там в армию уходит. То есть, если мы говорим сразу после выпуска из учреждения, кто-то уходит в армию, кто-то поступает в институты. Большая часть остальных выпускников поступает, и в большей степени все-таки выпускники поступают по специальности. — Ну, вы согласны? — Но я не думаю, что это так, потому что у нас очень большой процент идет в мелкий частный бизнес. И выпускников, идущих на крупные заводы, ну да, есть ряд заводов, которые достаточно много выпускников принимают. Ну, во-первых, это не каждый год. Во-вторых, есть предприятия, которые принимают не так много учеников, выпускников один-два человека в год. Я думаю, что это примерно, наверное, равняется, скажем так, ну, естественной какой-то прибыли, убыли, так это нормально. Но вот я бы немножечко еще сказал про развитие. — У нас к жизни нет времени совершенно, Михаил Васильевич. Я поняла, что эта тема очень серьезная, и я понимаю, что на нее нужно уделить просто отдельный час. Мы так и сделаем, если вы не возражаете. — Хорошо. — Конкретно про это будем говорить. Потому что очень интересно, вроде бы Сузы выпускает повара или выпускает слесаря, а он идет в частный бизнес. Тогда что он как бы делает и какая у него есть поддержка в этом смысле в нашей области. То есть вот есть претензии от молодежи, что поддержки мало. Мы должны в этом разобраться. Это будет в следующий раз. Благодарим наших гостей Михаила Исупова, Ивана Десяткова, Оксана Бурганского. Через 20 минут во второй части «Дневного разворота» дальнобойщики.